Музыка Кончилась война, мы были в Польше, пригнали вагоны, на вагонах транспаранты, всех на родину, на Украину. Мама все поскидала, думаю, там дом же стоит у нас на Украине. А на место родины, на Сыктывкар, вселили в какую-то конюшню, перегородили конюшень одеялами и создали каждой семье квартиру из одеяла. Вот тут я уже стал помнить. Утром встаем, есть ничего. Брат постарше, надо два года, Андрюша, пойдем, а это значит было где-то весной. И вот мы тряпками ноги обмотаем и в поле картошку гнилоги собираем. Принесем, мама водичка смешает и нам драники. Меня по сей день от этого драника, знаешь, воротят. Потом еще рядом жили. Там коренные, они утро вынесут, козья, шкурки, а мы с братом по снегу ползком ползем. Только хозяйка уйдет, мы раз, в тряпочку завернем и ползком домой обратно. Вот это я уже все хорошо помню. Брат же говорил, Андрюш, ты мне всю жизнь обязан. Ты спал ночью, а я с доской стоял, охранял тебя, чтобы тебе крысы руки и уши не откусили. А днем он должился спать. Старшая родилась в 44-м, в Польше. Кончилась война, это 45-й, да? В 46-м мама родилась в Тывкаре. И уже где-то ребенку было полгода. Она получила деньги за нее, то, что в таких условиях она сумела родить. И на эти деньги мы приехали в Казахстан. У нас тут жила старшая сестра Мамина. Вот сюда мы приехали, она сразу врачи, там какие-то были в деревне, обследовали. Старшая сестра будет жить, брат будет жить. Ваня с 40-го года будет жить, она меня с 42-го года, а этого не знаем. Мама перед тем, когда она смотрит, штаны взяла, обрезала. И у меня сзади глисты висели. Вот я помню, как потом эти глисты меня на кастрюлю садили, чтобы они из меня выходили. Приехали мы в Никитинку первый раз после войны. Старшая сестра переезжает в Горняк, она на Малаканке строилась. И нас туда перетащила, хоть как-то помогать. И вот тут в Горняке я уже пошел первый класс. Доучился. Там школа до 4-х класса. Все, денег нет, учиться дальше нет. Рядом деревня была, 5 километров. Я где-то полгода проходил. Зимой идешь, пурга. Раньше снега вообще были жуткие. В ноябре месяц, в конце ноября у нас в деревне сарай задувало. Мама по лестнице спускалась в сарай по лестнице. Доела корова, потом уходила. Мы досками закрывали. Вот так. Такие снега раньше были. Ну что деваться, некуда, школы нет. Мама меня и Ваня собрала в интернат Никитинка. Идем раньше. Но приехали, мы немцы нас. Не приняли. Ваня сразу уехал. В морское училище там где-то, речное. А мне куда деваться. Пришлось работать, чтобы учить еще две сестренки, чтобы за мной шли. И вот я где-то 14 лет пошел работать. А в 16 я уже по консумольской путевке училище закончили и нацелено. Посеял, убрал и ушел в армию. Ну а после армии вернулся сюда. Ну а муж моей двоюродной сестры. Он был начальник цеха во Внитситмете. И он меня тогда устроил, механиком нафто. А вначале был слесарем по вентиляции. А потом меня там присмотрели. Ну видели, что я такой шустрый. И механиком нафто-классную установку. Научий следователь в институте. Вот я там проработал 10 лет. В 69 году у меня родился сын. И мне с моими сотрудниками подарили фотоаппарат. Ну я раньше так в армию присматривался. Там тоже фотографы были. Ну нравилось. Ну я взял фотоаппарат и давай сына фотографировать маленького. Вот тут смотрю советское фото, журнал. На выставку я жил и послом. Через какое-то время Черная Волга домой приезжает. Думаю, опять КГБ. А заходят мужчины такой. Вы Андрей Андреевич, да? А я начальник управления. Оба будет фото. Не хотите когда-то работать? Я говорю, я никогда не был. Но вы же заняли первое место. Вот он мне и сказал, что я занял первое место. Мы вам даём любую точку, где хотите. Чего вы получаете? У меня клад 98 рублей. А у нас будете полторы-две тысячи получать. Ну я говорю, хорошо, я подумаю, пошёл на работу второй день. К директора захожу. И Лев Соломонович, ну чё? Да идти, не понравится, вернёшься. Чем мы же тебя заберём? Устроился, лабораторию взял. И тут опять праздник какой-то. Я взял, сделал пейзаж. Метр на полтора. Неделю полиэфирным лаком залил и полировал. И на выставку повесил. И приходит на эту выставку. Портозанов, первый святеря в Компартии. Это что такое? Чтоб завтра у меня в кабинете висёл. А фотографов все почести. Ну с детства я бегал на коньках, на лыжах. Лёгкоатлетикой занимался. Я вот в Никитинку, у меня было сколько, 11 лет. За 35 километров бегал. Утром уйду. Маме, говорю, на рыбалку поехал. А сам пешком туда в магазин прибегу, поем конфеты. И вечер уже обратно. Где-то 60-70 километров в день. Уже в детстве бегал. А ещё во Внецебете у нас в альпинизм ударился. Значок получил. И вот группу повел я на белуху. Прикол был. Подходим, большая, бухтарма. И через бухтарму натянут трос. Рюкзак зацепил, за крючок зацепил, за лянкой зацепил. Раз, ну и в руках перелез. За мной ещё двое перелезли. А третий полез, взял только за крючок. А крючок же, он в рюкзаке, он же разгибается. И мы сразу рюкзак с осторожением потеряли. Ну что, возвращаться, что ли? Всё равно пошли, думали, хоть как-то ботинки будем меняться. Ну, так, белухи подошли, переночевали. Утром встали и пошли. На раздельный выходим. Погода вроде бы хорошая. Дальше пошли, где уже ночевать нельзя. Нам надо было на раздельный выйти. И тут раз, как загаромело, как затарахтело. Дождь, я смотрю, какая-то щель. Мы туда раз, на верёвку прицепились, в угол козел зажались, а через нас камни летят, и дождь, намокли. Громко, да, всё трясётся. Пацаны говорят, Андрей, ты меня хоть убей, утром я иду домой. Вот первое было восхождение. Я его как случайно, что? Живой, живой. В следующий раз мы пошли, попали в спасотряд. Приходим по ножью, сидят две девчонки и плачут. Парни ушли три дня. Ночью, говорит, в СОС посылают, а никто не спускается. И вот мы с Геннез, с Билкина, Рахмана, за 7 часов бежали за вертолетом. Мы прилетели там, пацану по голове, ко мне пад попали. Ну, может быть, щель, может, другую, где мы сидели. И вот спас отряд. Вот второй раз. Через год опять пошли. Переходим, внизу шмутки валяются, рюкзаки, палатки. И как раз они там разбили палатки, где вообще нельзя ставить палатки. В Лащине. А там, знаешь, стоят метров по 10, глыбы такие. И они там взяли, заночевали. Ночью какая-то шарик какой-то отломился и понесло. Всем ребят, одна девчонка. Ребят всех замочило. А девчонка два километра в спальнике неслась к подножью. Осталась живая. Четвертый раз мы с другом пошли вдвоем. Говорят, все равно добью эту белоку. Она очень коварная. Сразу в первый день пришли, затошали, раз, и сразу на гребень. На разделе вышли. Тут осталось метров сто. Чтобы зайти. Ну, казалось, все, завтра, все. Утром встаем. У меня палатка тут лежит. А снег выпал. Я вышел с палатки. По грудь. Снег. Ну, какое тут восхождение? Ничего же не видно. И мы день полежали, спустились. Все. Белоку закончилось. А там я ударился. Был тут клуб искать при Алта-Энерго. Байдарочники на Бухтарме. Одна голова меня нет. Ни байдарок, ни весна, ничего. Я говорю, пороги нельзя было проходить. Я на стороны. Я всех отправил вниз. Я говорю, все равно пройду. И вот только голова. А остальное ничего нет. В Пиене не спас жилет, ни байдарка, ничего не держит. Что тонет? Тут объявили конкурс на северную землю. Но не конкурс. Переста союза. А у меня друг Детенко был. Он сказал, ну, я байдарком, а он путешествовал. Он, ты пойдешь со мной? Я говорю, ну, пойду. На самолеты долетели до Диксона. А там нам дали маршруты. Один сюда, другим сюда. А мы с Арктических. Я стояла военная часть, а теперь военная часть уходит в океан. Лед уходит. И пошли мы. А на 10-й день у нас кончился бензин. Нам сказали, что приготовить завтрак там нужно литр бензина. А у нас там около двух, два с половиной уходила. Воздухо разряженный. Температура другая. Не жили здесь. Спальники у нас все осырели. Но все равно пришли нам из Арктических. Самолеты, вертолеты, машины стоят, казарма. Наполовину уже в океане. Красотища. Все время я занимался дома птицами. У меня большой огород. Теплица большая. У меня зимний опор даже есть здесь. Ни у кого нет такого. Ну а потом что? Потом я с рыбаками связался. Теперь постоянно ездим на рыбалку. Где-то в январе поехали мы за Иссан. Я 205 сорожек поймал. По сей день палец не чует. Ассарт такой был. Не успеваешь кидать, понимаешь? То хоть когда не клюет, так сидишь, руки греешь. А тут, ну не успеваешь. Я на севере ходил, на север, я рукавицы не одевал. Лучше, чтобы было интересно. Руководитель идет в михрюшках собачьих. Я иду вот так. А теперь у меня стали руки мерзнуть. Года, да. Моё богатство.